Слава Украине! Ребята, хочу вас сейчас познакомить с ориентировочными потерями российско-фашистских войск на 8 марта. 8 марта, 8 марта, ребята. А мы о чем разговариваем? Вместо того, чтобы поздравлять женщин, мы сегодня воюем. Так вот, 8 марта потери, официальные потери неполные. Сразу скажу, по авиации неполные, но тем не менее сейчас зачитаю все, кроме авиации, там больше на самом деле. Так. Личный состав 12 тысяч человек. Танков 303. Боевых бронированных машин 1036. Артиллерийских систем 120. Грады, смерчи, ураганы. Ну, РСЗВ всяческие. 56 штук. Средства ПВО. Ну, это типа панцирей, вот таких, ОСА. 27. Самолеты 48 неполные, не включая те самолеты, которые сбили вчера, там, по-моему, уже за 50. Ну, это я попозже расскажу. То есть, цифра 48 сбитых самолетов, это, она была верна на вчера на 6 утра. Это неправильная цифра. Геликоптеры, то бишь, вертолеты 80 штук. Автомобильная техника 474. Корабли-катера 3. Как раз вчера потопили один. Причем новейший, там, называется Василий Быков, по-моему. Совершенно новый. Швакнули его грядом, это цирк, конечно. Железнодорожных цистерн с горючо-смазочным материалом 60. Беспилотников, оперативно-тактического уровня 7 штук. То есть, продолжаем крошить рашистов, продолжаем уничтожать их колонны. Я еще вам хочу рассказать, вот, сильно паника, они то захватили, они это захватили. Ребята, они нихрена не захватили. Я много раз вам объяснял. Еще раз объясню, мне не тяжело. Все, что они контролируют, вот они идут по дороге, вот это то, что они контролируют. И то, что они видят налево-направо, в пределах прямой видимости. Да и то не всегда. Обычно они контролируют, вот знаете, дорога, с этой стороны лесопосадка, вот с этой стороны лесопосадка. Вот это все, что они контролируют, между двумя лесопосадками. Их там и мучат посередине. Вот. А никакого контроля над населенными пунктами, даже если они через них проходят, у них нет. Во-первых, потому что они прошли и вышли, и на них все просто смотрят как на идиотов. Прошли чего там, прошли куда они, пошли хрен их знает. У них нет своей администрации, у них нет ни одного человека, который согласен быть предателем и переходить на их сторону и в этих администрациях работать. Везде украинские флаги, то есть они вообще ничем не владеют. Они как инородное тело, как знаете, раковая опухоль. Но мы же хорошие хирурги, и мы с раком вполне можем бороться. Правильно ведь, ребята? Все будет Украина. 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 Украина.